Всех приветствую, с вами канал Азбука Радиосхем И сегодня очередной полезный дельный совет Копилку ваших знаний О чем будет идти речь, я думаю понятно уже Из названий самого видео И речь пойдет о различного рода аккумуляторах От мобилок, от смартфонов Не спешите их выкидывать Блочно, если представить этот аккумулятор Он состоит из двух частей Это сама банка аккумулятора Вот она занимает большую часть этого объема И здесь стоит контроллер Вот сама банка Допустим здесь уже контроллер отсоединен Видите две клеммы Это клеммы банки аккумулятора Какой-то из аккумуляторов мы дальше разберем И посмотрим как выглядит И что собой представляет наш контроллер И вот так примерно можно это изобразить схематически Вот сама наша банка И вот тут сверху находилась пластина этого контроллера Так же само это все присутствует в любом из этих аккумуляторов И к чему я это все рассказываю Случай, когда допустим вышли из строя оба эти устройства И батарея и контроллер Это очень-очень маловероятные Выходит чаще всего что-то одно из строя Или садится вот эта полностью батарея И приходит в негодность Или контроллер Но контроллер еще может просто войти в защиту Он остается рабочим Но в нем есть такое состояние Как защита от переразряда В этом режиме он пытается спасти Саму нашу аккумуляторную батарею От глубокого переразряда Как правило это ниже 2,4 вольта И вот чтобы оценить в каком состоянии наш аккумулятор Желательно иметь какой-то измерительный прибор Можно цифровой, можно стрелочный Главное чтобы там был режим измерения напряжения Вот я уже выставил вольтметр Итак наши аккумуляторы Это все выброшенные были аккумуляторы Поэтому мне нужно их быстро проверить На большинстве этих аккумуляторов Присутствуют 3 клеммы Хотя иногда бывает и 4 Используем крайние клеммы Бывает что это все даже подписано Где-то сбоку на аккумуляторе Вот допустим как здесь Вот эта клемма плюс И вот эта клемма будет минус Плюс, минус На большинстве так же самое Плюс, минус Я начинаю замерять Показания будут на приборе 3 вольта 3 вольта 0 Я ее сразу отлаживаю 3,3 вольта 3,7 вольт Итак вот я уже отложил Эти мы можем потом еще как-то поэкспериментировать Хотя скорее всего у них уже банки разряжены И мы сможем их использовать Только как контроллеры Или допустим эти банки Где-то для каких-то устройств Устройств с малым потреблением Вот теперь берем тот аккумулятор Который у нас ничего не показал Для этого нам нужен инструмент Те же допустим плоскогубцы И вот так берем это все Отсоединяем Не спеша И вот смотрите что получилось Сама наша банка Здесь две клеммы Вот центральная и вот крайняя И вот наш контроллер Он с этой стороны имеет три клеммы С этой стороны две клеммы Которые были здесь подключены Давайте проверим саму банку Как правило что хорошо в таких аккумуляторах Которые полностью ничего не показывают Бывает что они еще в нормальном состоянии Просто здесь контроллер вошел в защиту А аккумулятор если его зарядить пару раз Он восстанавливается И его можно куда-то еще использовать Давайте замерим Центральный пятачок Это минус И общий Это плюс здесь в нем 2,34 С этим аккумулятором Я еще поэкспериментирую Главное пробуйте Чтобы он был не вздут Если он вздут То его желательно уже выкинуть И выкидывать как правило Специально предназначенные для этого контейнеры И вот что собой представляет этот контроллер Вот я его изобразил схематически С одной стороны три клеммы Вот они Это плюсовая крайняя И минусовая вторая крайняя Бывает конечно что 4 контакта Тогда смотрите бывает сбоку подписано Как там расположены эти полюса И здесь две клеммы Вот мы получили такой контроллер Как правило они почти во всех этих банках рабочие Особенно там где показывает напряжение Просто сел аккумулятор И теперь мы берем Подпаиваемся сюда Плюс Сюда минус На эти клеммы Мы будем подавать Наше напряжение для заряда Можно использовать ту же зарядку USB Которая имеется Я думаю сейчас у каждого К этим клеммам припаяться Немножко сложнее Чем к вот этим Но так же само можно Единственное что для пайки Вот этих клемм Не используйте канифоль А какой нибудь флюс активный А к внутренним клеммам Мы подключаем какой нибудь аккумулятор Допустим от тех же мобилок Рабочие аккумуляторы Вот допустим как у меня здесь Или можно использовать вот такие аккумуляторы 18650 Подключаем его Главное не путаем полярность Минус к минусу Плюс к плюсу Сюда подаем заряд И вы получите полноценную аккумуляторную батарею С контроллером Который устроена защита от того же переразряда Которую можно заряжать от обыкновенной USB И куда то использовать для дальнейших своих целей Понравилось видео С вас лайк Если еще не подписались на мой канал Рекомендую подписаться А на этом всем пока Субтитры сделал DimaTorzok